В Алматы студентки женского педуниверситета просят разрешить им не ходить на занятия. Девушки получают второе высшее, поступали с расчетом на удаленку. И именно этот формат выбирали при оформлении договоров. Многие учащиеся уже давно работают, содержат семьи, воспитывают детей. И приходить в аудитории им неудобно. Уверяют, виртуальные уроки не пропускают, задания выполняют добросовестно. Так есть ли шанс учиться дома, выяснял наш корреспондент Денис Брагин. Сегодня возле Казахского национального женского педуниверситета было шумно. Несколько десятков студенток, которые не хотят заниматься в стенах вуза, требовали оставить их на удаленке. Все они поступили осенью 2021-го, чтобы получить второе высшее. И выбрали дистанционный формат обучения. В первом семестре занятия проходили виртуально. А на прошлой неделе учащимся сообщили, что с конца февраля надо приходить в аудитории. Тем, кто не согласен, предложили отчислиться. Назирас Ламкул рассказывает, она живет в области и находится на седьмом месяце беременности. Поэтому ездить каждый день на занятия ей неудобно. Учителя, которые нас принимали, они сказали, вот, вы придете, получается, только на экзамены оффлайн. А остальное мы будем загружать, будем дома через Zoom, через Teams, участвовать на лекциях, на семинарах. И вот, я сама в положении, получается, живу за городом. Мне тоже тяжело сейчас ехать. Уже седьмой месяц пошел. И надеемся, что университет пойдет к нам навстречу. Таких, как Назира, в этом вузе большинство. Есть многодетные и иногородние, которым не по карману снимать квартиру в Алматы. А в общежитии говорят, мест нет. Кроме того, студентки возмущены тем, что в университете собираются в ближайшее время почти вдвое поднять оплату за обучение. По крайней мере, так сказали преподаватели. Хотя в договорах написано, сумма остается неизменной в течение года. Но сами договоры на руки студенткам сразу почему-то не дали. Некоторые получили документ только сегодня, перед приездом журналистов. Нам сказали, что с 300 тысяч до 500 тысяч будет повышена цена на учебу. Они сказали, что будут отталкиваться от часов профессоров. То есть, соответственно, если у них больше часов, мы должны это будем как-то оплачивать. Каждый факультет, каждый будут бухгалтера пересчитывать. Администрация вуза провела двухчасовое собрание и разъяснила, стоимость обучения, указанная в договоре, фиксированная. Поэтому до конца этого учебного года точно не изменится. А с сентября сумму планируют увеличить, чтобы поднять зарплаты преподавателям. Информация педагогов о том, что в этом учебном году увеличится стоимость обучения, не соответствует действительности. Сумма не вырастет. Она в течение учебного года не меняется. А в следующем учебном году, чтобы повысить зарплаты профессорско-преподавательскому составу на 30%, согласно поручению президента, мы будем менять стоимость обучения на дневном отделении. Но, естественно, не на 50 или 80%, как кто-то сказал, а так, чтобы было посильно студентам. Сумма ежегодно устанавливается советом директоров. Насчет формата обучения в руководстве университета сказали, что, согласно программе, 80% занятий должны быть в аудиториях, остальные – онлайн. Педагоги учли пожелания учащихся и разрешили им месяц отходить на интенсивные уроки сейчас и еще столько же летом, когда работающие студентки будут в отпуске. Но некоторые остались недовольны даже такими условиями и намерены обращаться в Министерство образования. Денис Брагин, Мурат Шеносилов, КТК, Алматы.